добрый день хотела бы рассказать теперь по пунктам поподробнее как проявляется вполне нормальный момент поведения у ребенка во первых начну с того что зовут его стёпа ему уже восемь лет все это время где-то с полутора лет мы стали замечать какие-то отклонения в его развитии потому что все было в порядке с рождением где-то с полутора лет она стали проявляться первые какие-то признаки того что что-то не так с ребенком на обратились к пневопатологу долго нас нас оттягивались тот момент обследования психонерологическом диспансере где-то к трем годам мы только все прошли обследование нам указали на нашу проблему установили инвалидности и с тех пор мы плотненько занимаемся развести ребенка сейчас как раз он находится у меня на занятии у дефектолога я его ожидаю в машине конкретно по пунктам допустим хождение на цыпочках это проявляется у нас в те моменты когда ребенок возбуждена он чаще возбуждены находится состояние повышенной активности в эти моменты он готов лететь по моему не только на цепочках эти мысли с ним идти спокойно о чем-то рассказывать при этом сейчас он понимает когда я ему нажимаю на ладошку или на плечо уже можно и не говорить ему опустись на пяточки он понимает этот жест опускается идет спокойненько вышагивая на пятку и дома мы практикуем качестве зарядки такую ходьбу на пяточках то есть на заключении невропатолога у нас стоит тонус ножках в норме все это из головы вырабатываете привычку привычка не вырабатывается к сожалению вот по поводу следующего отклонения нашего речи но у нас присутствует воспроизведение любого слова проблем не возникает повторяя это повторяя целую фразы запоминает из мультиков из передач сказаны кем-то и причем он подражает вплоть до интонации копирует я могу слышать и новости из телевизора и диктора и преподавателю как он с ним там занимается какие замечания делает причем это он произносит чаще всего перед зеркалом сам для себя очень смешно на завели за этим наблюдать но сожалению диалог он не вступает невозможно с ним поговорить как дела стёпа что чем-то занимался нет речь он может воспользоваться только если ему что-то нужно необходимо воды раньше брал мою руку и показывал в то направление где стоит графин с водой говорил обозначал одним словом пить почему он боялся как будто этого сказать он говорил это тихо потом стала говорить громче сейчас он может употребить два слова хочу воды хочу пить пойдем гулять опять же вот он запоминает какому действию было данное обращение и он точно также не самостоятельно не придумывает вот эти вот сочетание он готова использую то есть он не